Мэри руководит компанией по организации свадеб. Она приезжает в свой офис рано утром. О нет, кто-то украл весь запас дорогих вяленых помидоров, приготовленных для предстоящей вечеринки. Мэри закрыла офис в 10 вечера, и закуски были на месте. Она звонит в полицию. Детектив устанавливает трех подозреваемых и отправляется к ним. Охранник был на дежурстве прошлой ночью. Он предполагает, что вор мог пробраться в офис, пока он был на другом этаже. По словам уборщицы, у нее аллергия на помидоры, и она не может даже смотреть на них. А парикмахерша, работающая неподалеку, утверждает, что закрыла свой салон в 8 вечера и сразу после этого ушла домой. Кто лжет? Уборщица! У нее на подоконнике стоит горшок с томатами, поэтому она соврала про аллергию. Познакомьтесь с двумя свадебными организаторами Мэри – Холли и Долли. Холли очень богата, а Долли очень бедна. Можете ли вы определить, кто есть кто, просто взглянув на эту фотографию? Посмотрите на женщину слева. В ее холодильнике много нездоровой пищи. А вот у той, что справа, еды меньше, но она здоровая и дорогая. Она выбирает качество, а не количество. Значит, она должна быть Холли, а другая – Долли. Мэри просматривает свои социальные сети и натыкается на эти две фотографии. Одна из этих семей – миллиардеры. Можете угадать, кто? У каждого члена первой семьи есть свой рождественский чулок, и у них есть красивый камин. А вот у второй семьи всего два чулка, и камин ненастоящий. Значит, богатая первая семья. Мэри просматривает фотографии свадебных торжеств. Можете ли вы сказать, кто из молодоженов бедный? На второй фотографии можно увидеть шелковые банты и дорогие закуски. Значит, первая пара – бедная. Они используют дешевые закуски и гирлянду ручной работы для своей вечеринки. Посмотрите на эти две свадебные фотографии недавних клиентов Мэри. Одна из этих пар очень богатая. Сможете угадать, какая? Первая пара взяла наряды на прокат, поэтому размер им не совсем подходит. А вот наряды второй пары более повседневные, но аккуратные и дорогие. Мэри посещает магазин дорогой одежды. Она становится свидетелем следующей сцены. Один из этих покупателей – бедный, а другой – миллионер. Можете ли вы сказать, кто из них кто? У первого парня нет денег, поэтому он колеблется и стесняется, спрашивая о дорогой футболке. А богатый парень не стесняется задавать вопросы о ценах, потому что может позволить себе все. Но он все равно хочет знать, почему она стоит так дорого. Разумно. О, мой богатый парень. Мэри выходит из закусочной и сталкивается с этими парнями. Один из них просто притворяется, что у него нет денег. Сможете ли вы угадать, кто это? Этот парень. Он носит дорогие умные часы. Мэри заходит в супермаркет. В очереди стоят три беременные женщины. Можете ли вы определить, какая из них самая богатая? У первой леди уже большой срок, но она продолжает работать, что, вероятно, означает, что ей нужны деньги. А у третьей слишком много кредитных карт и купонов, поэтому самая богатая – вторая леди, в корзине которой множество органических продуктов. Мэри гуляет по городу и натыкается на концерт под открытым небом. Один из этих музыкантов – тайный миллионер. Есть идеи, кто это может быть? Это леди. Под простым нарядом она носит бриллианты. Мэри привозит в офис коробку шоколада, чтобы угостить своих коллег. В коробке было 57 шоколадок, из которых все, кроме 17, были съедены. Сколько шоколадок осталось в этой коробке? Чтобы разгадать эту тайну, мы должны внимательно прочитать вопрос. Фраза «все, кроме 17, были съедены» означает, что только 17 не были съедены. Следовательно, в коробке осталось 17 шоколадок. Мэри приезжает на роскошную свадебную церемонию. На парковке она встречает этих двух парней. Сможете ли вы угадать, кто из них миллионер? Этот парень – таксист, а у второго – спортивная машина. Значит, он миллионер. Мэри приходит на вечеринку. Она идет в ванную и видит двух дам, которые поправляют макияж. Можете ли вы определить, чей муж богаче? Женщина справа использует поддельную косметику Гуччи. Следовательно, у той, что слева, должен быть более состоятельный муж. Мэри садится рядом с тремя парнями. Они хотят произвести на нее впечатление и начинают хвастаться своими деньгами. Ричард только что заключил сделку на шестизначную сумму, поэтому планирует купить новый пентхаус. Гарольд только что вернулся из кругосветного путешествия. Он приглашает Мэри присоединиться к нему в следующий раз. А Энтони утверждает, что его семья владеет огромной корпорацией. Поэтому он ни дня не работал за всю свою жизнь. Один из них лжет. Сможете ли вы угадать, кто? Ричард. Он украл золотую вилку со стола и спрятал ее в карман пиджака. Зачем ему это нужно? Ведь он и так богат. Мэри получает срочное сообщение из кухни. Кто-то испортил свадебный торт. Она отправляется туда и допрашивает троих подозреваемых. Шеф-повар говорит. Я покинул свое рабочее место на пять минут, чтобы сходить в туалет. Когда я уходил, все было в порядке. А когда вернулся, случилась катастрофа. Уборщица говорит. Я перемыла всю посуду на кухне. У меня не было времени даже посмотреть на торт. А официант говорит. Мне пришлось общаться с одним назойливым гостем. Поэтому я не обратил внимания на торт. Извините. Кто лжет? Уборщица сказала, что помыла всю посуду. Но в раковине остались грязные тарелки. Попалась! Мэри ищет идеальное место для проведения следующей свадебной вечеринки. Она находит четыре доступных варианта. Но только один из них является безопасным. Поможете ли вы ей сделать правильный выбор? Первый ресторан выглядит шикарно и модно. Ну а на потолке тараканы. Фу! Согласно информационному блоку, второе место будет построено в следующем веке. Но выглядит оно довольно древним. Так что, скорее всего, это мошенничество. Четвертый ресторан хорош, но в нем протекают трубы. Таким образом, Мэри должна выбрать третий вариант. Мэри отправляется на осмотр места. Она исследует подвал и теряется. Мэри оказывается запертой в комнате без окон и потолка. Комната быстро наполняется водой. Стены находятся на высоте пять метров от пола. Но Мэри не умеет плавать. В комнате есть три предмета. Деревянная бочка высотой метр, велосипед высотой метр двадцать и веревка длиной полтора метра. Рост Мэри составляет метр восемьдесят. Сможете помочь ей спастись? Она должна держаться за бочку, так как она будет держаться на воде. Когда вода поднимется достаточно, она сможет перелезть через стену. Арендодатель предлагает Мэри огромную скидку, если она разгадает его загадку. Богатый дом и бедный дом горят. В каком доме полиция будет бороться с огнем первой? Мэри сразу же отгадала загадку. А вы? Полиция не тушит пожары. Это делают пожарные. Две лучшие подруги Мэри отправляют ей селфи. Обе хвастаются своими новыми дорогими платьями. Одна из них без гроша в кармане, а другая миллионерша. Сможете ли вы угадать, кто из них кто? Похоже, вторая женщина бедная. На ее одежде виднеется логотип Шанель. Но она не сняла ярлык с ценой. Так что, вероятно, она просто сделала эту фотографию в магазине и ушла, ничего не купив. Это был долгий день. Мэри наконец-то направляется домой. В дороге она видит этих парней. Кто из них богатый? Этот парень. У него есть машина. Этот парень. Ты�. Он dermal. Три года. У기를 от этих требований. или гонких видов. aluminium ростовом. Продолжение следует...